Добрый день! В этом видео я расскажу, как собирается достаточно интересная головоломка под названием Корнер Катинг Хеликоптер или вертолет, у которого отрезаны углы. Внешне это похоже на кубик 2х2, у которого действительно срезаны уголки. Внешнее сходство прямо очевидно. Единственное, геликоптер чуть крупнее. Но при попытке повращать его как 2х2 ничего не получается. И мы замечаем, что здесь вращаются ребра. На самом деле стандартный хеликоптер куб это вот такой. Здесь все то же самое, но есть физические углы. И эта головоломка гораздо более широко известна по сравнению с урезанной версией. Но тем не менее, хеликоптер без углов продается по сей день в различных магазинах. Поэтому есть смысл записать отдельное обучающее видео именно по этой головоломке. Очевидно, что умея собирать стандартный хеликоптер, вы соберете и вот эту головоломку. Это видео для тех, кто не имеет никакого опыта сборки коптеров, то есть головоломок, у которых вращаются ребра. Название хеликоптер, то есть вертолет, пошло от того, что вращение этих вот ребер похоже на вращение лопастей вертолета. Если рассматривать строение этой головоломки, то можно понять, что здесь в основном элементы одного типа. И это центры. Их по 4 штуки на каждой грани. Грани всего 6, то есть 24 центра. Также здесь присутствуют одноцветные углы, но они тривиальные. И их миссия только запрещать некоторые виды поворотов, которые доступны на других коптерах. Сами их собирать не нужно. Не все имеют один цвет и их положение нас мало интересует. Стоит отметить, что хеликоптер без углов, как и другие коптеры, можно собирать двумя способами. И обычно перемешивают подобные коптеры вот такими вращениями, после которых головоломка собирается достаточно легко. Но если при вращении уголок одного центра совместить с уголком другого центра соседнего, то можно сделать поворот другим ребром. После чего головоломка будет терять форму. И в таком виде она собирается гораздо сложнее, поскольку такие движения позволяют менять орбиты элементов. Мы разберем как раз два типа сборки. Без изменения формы и с изменением. Для сборки без изменения формы, то есть без джамблинга, нам достаточно всего лишь одной формулы. Это так называемый пиф-паф. Этот пиф-паф очень похож на подобный алгоритм в пирамидке. То есть мы делаем движение правой гранью, левой гранью. Возвращаем правую, возвращаем левую. И у нас вот эти три элемента меняют свое положение. На нашем вертолете без углов это будет выглядеть следующим образом. Для краткости я буду называть вот эти вот четыре центра и два угла ребром. Таким образом, для пиф-пафа мы будем вращать переднее ребро и правое ребро. Еще раз переднее, еще раз правое. При этих движениях у нас поменялись местами три элемента. Вот этот, вот этот и вот этот. Соответственно, чтобы все вернуть обратно, нам нужно сделать обратные ходы. Мы начинали с переднего, вы оканчивали правым. Теперь начнем с правого. А у нас зеленый центр подошел в удобную позицию, чтобы к нему подошел второй зеленый. Вращаем, совместились, возвращаем правое ребро, возвращаем переднее. При помощи такого пиф-пафа мы соберем всю головоломку. Для начала соберем одну грань. У меня кубик из белого пластика, поэтому вместо белого цвета здесь черный. Обычно мы начинаем с белого, но здесь начнем с черного. Движения полностью интуитивные. Видим один черный элемент, второй черный элемент. Понимаем, что при вот таком повороте они становятся рядом. Значит, здесь нам удобно будет собрать четыре черных центра. На самом деле, головоломка позволяет собрать их абсолютно на любой грани, поэтому выбираем ту, где нам удобнее. Здесь уже два элемента стоят. Значит, будем собирать здесь. Ищем дальше. Видим еще один черный элемент. И тоже в одно движение его можно поставить рядом. Осталось найти четвертый. Он находится вот здесь. Стараемся его как можно ближе подвести к его месту. Видим, что он находится достаточно далеко. Подвинем как-нибудь. Стало чуть ближе. Подвинем еще. И получается, что в один ход можно поставить. Но у нас тогда разрушается вот этот центр. Ну, тогда здесь можно применить тот самый пиф-паф. Ну, или интуитивные действия. То есть, сначала мы отведем вот этот черный элемент в сторону. Развернем вот это ребро. Вернем черный элемент сюда. И два элемента рядом уже поставим на свое место. Как можно заметить, все движения при сборке ребер у нас двойные. Мы не делаем поворот на 90 градусов. Мы делаем сразу на 180. Если вы перемешивали головоломку именно таким образом, то такими поворотами она сможет собраться обратно. После сборки первой стороны, в нашем случае черной, мы собираем нижний слой головоломки. То есть, по два центра на каждой стороне. Причем цвет стороны выбираем мы таким образом, как нам удобнее. К примеру, видим, что вот здесь вот стоит зеленый. Можем сказать, что это будет зеленая грань. Также здесь стоит оранжевый. Можем собрать и оранжевую грань здесь. Наша цель собрать по два элемента на нижнем слое. Предположим, что здесь будет зеленая грань. Ищем другие зеленые центры. Находим первый из них вот здесь. В одно простое движение оно становится на место. Остальные зеленые пока собирать не будем. Ограничимся этими двумя. После зеленого здесь должен быть оранжевый. Но это если мы придерживаемся стандартной расцветки кубика рубика. То есть, здесь вместо белого черный. Мы располагаем белый снизу, зеленый перед нами. Следующий должен быть оранжевый. Потом синий, потом красный. Но мы можем здесь собрать абсолютно любой цвет. Главоломка этого не запрещает. Но я советую придерживаться все-таки стандартной расцветки. Поэтому давайте здесь соберем оранжевый. На вертолете с углами порядок цветов строго регламентирован. Причем на моей модели он не такой, как на стандартном кубике рубика. Для того, чтобы здесь собрать оранжевый, ищем оранжевые центры. Вот это стоит в неудобной позиции. То есть, за один ход при вращении этого ребра, либо этого ребра, он на место не становится. Посмотрим, какие есть еще. Есть вот такой элемент, и вот такой элемент. Мы понимаем, что для того, чтобы поставить центр сюда, он должен находиться вот здесь. Соответственно, при вращении вот этого ребра, мы можем легко поместить оранжевый центр сюда, который отсюда переставится на это место. Но если мы будем делать вращение сразу, то мы разрушим зеленый. Поэтому, прежде чем ставить оранжевый на место, мы его отведем вот сюда. Отвели вот в такую позицию. Получается, мы хотим поставить его сюда. Отводим на место сзади, слева, сверху. Теперь, поворачиваем ребро с местом этого центра. Вот таким образом. Сюда вставляем наш центр. И возвращаем ребро на место. Зеленые центры целы, оранжевые поставились. С правой стороны у нас пока собранного ничего нет, поэтому можем такие действия не делать. а ставить в один ход. Ищем. Вот у нас оранжевый. Ставим сюда. А отсюда на место. И вот у нас собраны первые два оранжевых центра. Переходим дальше. Здесь должны быть синие. Синие собрались сами. Такое бывает. Едем дальше. Здесь должны быть красные. Ищем. Видим, что у нас вот красный, который может поставиться сюда, а потом сюда. Также мы видим вот этот красный, который отсюда перейдет сюда, а потом сюда. Поскольку у нас и справа, и слева уже центры собраны, нам везде придется ставить центр на место при помощи пиф-папов. Можно даже не подводить нужный центр в это место, а оставить его здесь. Почему? Потому что мы подведем сразу место этого центра, ставим сюда красный элемент, и вернем ребро. Вот он сразу будет стоять на месте. Так же сделаем и с левой стороны. Подводим место, где должен стоять красный центр, вставляем туда красный центр и возвращаем. И вот у нас первый слой собран. По два центра на каждой стороне. Рассмотрим еще вот такую ситуацию, это мы вот собираем первый слой и собрано все, кроме одного центра. Вот здесь вот должен стоять красный элемент. У него, помимо правильного положения, может быть еще три. Это здесь, здесь или здесь. В других позициях он стоять не может, если мы не применяли джамблинг при перемешивании. Соответственно, если элемент находится сзади, мы передвигаем его ближе. Приводим к вот этой стандартной ситуации. Можно заметить, что помимо этого красного элемента, здесь есть еще два. И при попытке их подвести к этому месту, либо к этому, у вас ничего не получится, поскольку они движутся по другим орбитам. Если вы берете элемент, и его никак не подвести к этому месту, просто возьмите другой. Их здесь три, и один из них точно будет ваш. Либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Ну, из этой ситуации я уже показывал, как решать. Поворачиваем это ребро, поворачиваем это и ставим на место. Первый слой собран. Дальше собираем верхние элементы. Они собираются интуитивно. Видим зеленый центр, зеленая грань вот здесь. Поворотом вот этого ребра можно поставить сразу на место. Мы помним, что при помощи пиф-пафа мы можем менять местами вот эти три центра. И очевидно, что для того, чтобы поставить зеленый центр вот сюда, мы можем развернуть правое ребро, подставить на это место зеленый центр и вернуть зеленое ребро на место. Идем по кругу. Следующий у нас оранжевый. Один элемент уже стоит на месте. Смотрим, здесь второй. Мы можем, конечно, при помощи вот этого ребра отвести этот центр, развернуть вот это ребро, поставить сюда оранжевый элемент и вернуть. Но поскольку при пиф-пафе у нас меняется местами три элемента, мы разрушили вот этот зеленый центр. Чтобы этого не происходило, мы должны вот подобную ситуацию, когда элементы друг на другом стоят, нужно этот переставить вот сюда. Нужно решать через несобранное ребро, которое у нас правое. Ну, в данном случае оно тоже почти собранное, но зеленое мы собрали раньше. То есть, поворачиваем вот эти два элемента в правую сторону, отводим здесь, разворачиваем, подставляем сюда оранжевое и разворачиваем. Дальше переходим к синему и красная сторона собирается автоматически. Здесь мы видим такую же ситуацию и решать ее будем через правую сторону. То есть, если мы развернем это ребро налево, или оно у нас изначально получится слева, то после выполнения пиф-пафа мы разрушим оранжевую. Поэтому переводим в правую сторону, здесь у нас не собрано, и делаем пиф-паф. Правая, передняя, правая, передняя. Если идти против часовой стрелки, то всегда будет пиф-паф начинаться с правого ребра. Но в некоторых случаях будет удобно начинать с передней грани и потом вращать в правую. В случае, если у нас изначально получились собраны противоположные стороны, то есть, вот оранжевое и красное собраны, и нужно каким-то образом дорешать синий и зеленый цвет, то здесь можно просто пожертвовать одной из сторон, например, красный, выполнить пиф-паф, собрав при этом синюю сторону, ну и потом два оставшихся дорешать. Видим вот эти два красных элемента, переводим их в правую сторону и делаем пиф-паф. углы одноцветные, поэтому их приставлять не нужно. Глоболомка получается собрана. Это было достаточно просто, но все будет куда интереснее, если мы будем применять джамплинг. Перед тем, как приступить к более интересной части этого видео, я хочу показать дополнительный алгоритм, который нам потребуется при сборке вертолета, который перемешан при помощи джамплинга. В чем суть? Как вы уже поняли, углы лоболомка может менять форму. Но это не все возможности. Да, можно вот так вот запутать, но сборка угловоломки не станет сильно сложнее. Вернуть форму угловоломки не так же здесь и трудно, поскольку вот эти вот углы запрещают многие повороты и сильно перемешать угловоломку достаточно сложно. Куда интереснее та возможность, которая позволяет при помощи джамплинга менять орбиты элементов, то есть менять траекторию их движения. Если в предыдущей части видео, где не было джамплинга, элементы всегда можно было найти на той орбите, где они должны быть, то здесь такого может и не случиться. Для того, чтобы менять эти орбиты, мы будем использовать движение под названием джамбл. Для этого мы поворачиваем правое ребро до совмещения уголка вот этого правого центра с уголком вот этого переднего, то есть чтобы они смотрели в одну точку. Дальше поворачиваем вот это переднее левое ребро, то было верхнее правое, а это переднее левое, до такого же состояния. То есть чтобы у нас вот этот желтый центр смотрел в ту же точку. Таким образом у нас получилась такая картина. Правое верхнее повернуто не до конца и левое переднее тоже повернуто не до конца. Теперь мы берем вот это переднее ребро, помним, что перед нами был синий цвет, сверху был красный цвет. Вот это сине-красное ребро мы поворачиваем на 180 градусов. Как раз до того момента, пока у нас не вернется форма вот этих ребер на свое место. то есть форма-то вернулась, но центры вот эти поменялись местами. Возвращаем правое верхнее в исходное положение и левое переднее. И смотрим, какие изменения у нас произошли. Ну, из очевидного понятно, что вот эти два противоположных центра поменялись своими местами, но также мы видим, что поменялись вот эти центры местами. То есть красное отсюда пошло сюда, а синее отсюда пошло сюда. Вот эта перестановка не меняет орбит движения этих центров, поскольку при повороте на 180 градусов они могут занимать такие же места. Вот этот центр красный, и чтобы ему встать на свое место, достаточно повернуть ребро на 180 градусов. Таким же образом, вот этот синий при повороте на 180 станет на свое место. Но вот эти центры уже на других орбитах. То есть если мы захотим вот этот желтый переместить вот сюда стандартными поворотами ребер на 180 градусов, у нас это уже не получится. То есть мы можем пойти куда-нибудь вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, но на свое место оно уже не вернется. Вот это движение мы будем применять для изменения орбит элементов. Теперь, как лучше перемешать головоломку, чтобы сборка была интереснее? Помимо простых вот таких вращений на 180 градусов, которые тоже нужно сделать, мы должны сделать определенное количество таких вот джамблов. На самом деле, их можно делать и справа, и слева. То есть я правое верхнее и левое переднее ребра поворачиваю, но можно сделать и зеркально. Левое верхнее и правое переднее. Но на этой головоломке разницы нет, поэтому всегда будем ограничиваться только правым джамблом. Сделав несколько вот таких вот джамбл движений, можем еще поворачивать на 180 градусов, так чтобы у нас рядом не стояли одноцветные элементы. После чего можно перейти к изменению геометрической формы. Для этого мы поворачиваем одно ребро на такой угол до совмещения вот этих уголков и поворачиваем соседнее, после чего первое можно поставить на место. И вот у нас уже изменилась форму. Эти углы хоть и одноцветные и особо не принимают участие в сборке по цветам, но из-за своих размеров они блокируют вращение вот этих ребер, поэтому не дают очень сильно перемешать головоломку по форме. Но попробуем все же это сделать. Повернем еще где-нибудь. Отвернем в сторону. и чтобы было интересно можем еще повращать где это возможно. Для того, чтобы просто сделав обратное движение мы не собрали эту головоломку. Мы видим, что уже вот эту часть мы вращать не можем. Вот этот угол мешает. Эту часть вращать мы тоже не можем. Вот этот угол мешает. вот это ребра у нас не вращается. Вот этот угол мешает. И все у нас тут уже заблокировалось. В общем на данной головоломке вывести из плоскости более четырех углов проблематично. По крайней мере у меня это не особо получается. Но смысл в чем? Нужно все вернуть на исходные места. Это можно сделать достаточно интуитивно. для начала мы просто проверяем где что вращается. Вот что-то повращалось и можем с этим что-то сделать. К примеру повернув этот элемент сюда мы видим что вот это как бы собралось во что-то можно повращать и оно соберет нам еще ребро. По сути мы решили одну из ситуаций которые здесь возможны. далее смотрим вот такая какая-то история здесь уже все вращается более-менее смотрим как это можно сделать вот так не вращается то есть вот этот элемент мешает вот так вращается если мы подведем вот таким образом у нас соберется вот такая вот как клюшка ну а это верный знак потому что можно решить до конца и вроде форма вернулась рассмотрим стандартные ситуации которым можно привести данную главоломку видим вот такую вот как бы клюшку то есть вот ребро вроде как целое но вот этот кусочек не отсюда и рядом с ним еще такое же ребро но у которого не хватает вот здесь уголка а угол как раз рядом то есть вот ребро и вот ребро они направлены как бы в одну сторону вот этими неправильными элементами очевидно что можно подвести вот этот уголок к этому ребру и он как бы станет более полноценным его развернуть и соберется вот это ребро которое можно поставить на место интересно еще вот такая ситуация когда все уже практически собрано по форме и вот эти вот центры стоят как-то криво ну вся эта история похожа на пропеллер поворачиваем эти элементы так чтобы стояли как им положено то есть в плоскости чтобы с плоскости выходили углы дальше видим что в одно движение у нас хоть ребро и немного собирается но вот такое вращение будет запрещено поскольку центр мешает тогда отворачиваем в другую сторону таким образом у нас появится вот такая вот ситуация которая может возникать отдельно здесь нужно вот этим неправильным уголком обменяться с каким-нибудь другим ребром например вот с этим для этого подводим так чтобы у нас это ребро собралось поворачиваем это ребро до тех пор пока не соберется первое ставим это в нужное положение а вот это получается с неправильным уголком и мы приходим к ситуации которую уже можно решить то есть одно неправильное ребро располагается вот так второе неправильное располагается вот так если мы будем вращать вот это ребро то у нас здесь будет запрет вращение этот центр будет мешать поэтому будем вращать вот это ребро Вращаем и получаем знакомую конструкцию Разворачиваем вот это ребро И вот это собирается Восстанавливаем форму Другие ситуации здесь в принципе невозможны А если будет что-то отличаться, то за 1-2 поворота они приводятся к этим Остальные этапы сборки здесь такие же, как и в методе без джамблинга Но пути достижения этих целей здесь чуть сложнее Для начала мы рассматриваем все точно так же, как и без джамблинга То есть, к примеру, вот у нас есть черный центр, с которого я планирую начать Находим какой-нибудь еще центр Вращаем его поближе Установился он как-то вот так Уже хорошо Ищем следующий Находим вот здесь Вращаем сюда И видим, что за одно движение он поставится вот сюда При помощи пиф-пафа мы это делаем Остается найти четвертый элемент Он у нас находится вот здесь Мы стараемся его подвести как-то поближе Вращаем Вращаем И понимаем, что при вот таких простых поворотах он на это место не встанет Соответственно, он находится не на той орбите, которая нам нужна Если проследить, в каком месте может располагаться элемент, который необходимо поставить сюда То мы увидим следующее За один поворот отсюда он бы перешел сюда Потом сюда 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 И вернулся бы на свое место То есть в другие места он попасть не может А наш элемент находится вот здесь И как тут не отслеживая, его траектории никогда не совпадят вот с этим центром Но это если использовать только двойные повороты Если мы используем джамблинг, то можно в первую очередь посмотреть Возможно ли поставить вот этот элемент напротив нужного места Вот в такое положение Да, это возможно Теперь расположив напротив элемент и его место Мы можем выполнить джамбл И поменять местами два вот этих центра Поворачиваем правое верхнее Левое переднее Поворот на 180 градусов И черный центр становится на место Сейчас мы изменили орбиту движения вот этого черного центра Рассмотрим вот такой вот случай У нас вот три черных центра собраны Осталось поставить четвертый При таких движениях он на свое место не попадает И на место напротив тоже не попадает То есть как мы его тут сейчас не будем вращать Он будет становиться рядом, но не на свое место Понятно, что нужно поменять орбиту Для этого ее нужно поменять местами с каким-нибудь противоположным центром Если мы будем менять вот так, то мы вот этот повредим центр Поэтому расположим его в таком положении И поменяем местами случайно Вот этим зеленым У нас также меняются местами вот эти элементы Поэтому подальше от черной грани будем это делать Поворачиваем правое Поворачиваем левое Переднее Двойной оборот Возвращаем Вот у нас черный элемент перешел сюда Смотрим Теперь он в один ход может встать сюда А потом вот сюда Поэтому сделав пикпап вот такой Мы собираем черную сторону Рассмотрим еще вот такое положение Отсюда в один ход Он может встать сюда Или вот сюда Ни то, ни другое место нас не устраивает И дальше, если проследить, то же на нужной позиции он не становится Поэтому сразу меняем орбиту Ну и приходим вот к такой ситуации Видим, что отсюда Может встать сюда И дальше сюда Чтобы не разрушать уже собранное Подворачиваем Вставляем И возвращаем Черная сторона собрана Таким образом, изменяя орбиту Мы всегда можем поставить центр на свое место Далее по тем же принципам мы собираем первый слой Смотрим Где-нибудь Может быть уже есть два элемента Нет Ну начнем давайте с какого Синего Смотрим Можем ли мы поставить Те элементы, которые есть Синие На вот это место Их у нас кроме этого Еще три И возможно какой-то из них Простыми поворотами Может встать на свое место Смотрим вот этот элемент Понятно, что для того, чтобы поставить элемент сюда Он должен находиться вот здесь А вот этот и этот элемент Находятся на разных орбитах И простыми поворотами на 180 градусов Не могут поменяться местами Поэтому этот элемент Без изменения орбиты Сюда не встанет Смотрим другие Вот элемент И вот элемент Вот этот Перейдет сюда Потом сюда И может встать вот на это место Но здесь синий элемент уже стоит Поэтому бессмысленно Посмотрим Снизу Может встать сюда Ну а этот элемент мы уже оценивали Он тоже нам не подходит Соответственно Синий Только с изменением орбиты Давайте посмотрим дальше Вот здесь должен быть красный И мы видим, что в один ход Можно поставить красный на место Смотрим остальные В это положение Здесь 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 красный есть Пока у нас с этой стороны не собрано Можем Спокойно Поворачивать Эти ребра Вот мы собрали Красную И таким образом В первую очередь Мы собираем то, что можно собрать Без изменения орбиты Дальше зеленый Опять Цвета Располагаем на свое Осмотрение Головоломка Не запрещает Собрать Любой цвет На любой грани Но я буду придерживаться Стандартной расцветки Кубика Рубика То есть Это как бы белый Синий Красный Зеленый Оранжевый Соответственно После красного Буду собирать здесь Зеленый Смотрим Видим зеленый здесь Можно поставить сразу И сюда зеленый Тут 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 Нет нигде зеленого Значит тоже зеленый С изменением орбиты Смотрим Оранжевый Один элемент На месте И еще один элемент Располагается Там где нужно Здесь Синий У нас уже стоит Поэтому Используем Комбинацию Пиф-паф В таком положении По сути По сути Три Хода Из него Поскольку Вот это Ребро Можно Не возвращать У нас Собралась Оранжевая Сторона Собралась Красная Сторона Но для Для того Собрать Синие Зеленую Придется Придется Изменять А эта позиция Напротив При помощи Джамбла Можно Вот этот Синий Переместить Вот сюда Что мы И сделаем Поворачиваем Правая Верхняя Левая Передняя Джамбл Возвращаем Видим Синий В удобной Позиции Красный Уже Собран Поэтому Отводим В сторону Поворачиваем Место Вставляем И Возвращаем Далее Смотрим Что осталось Сюда Осталось Поставить Зеленый Центр Смотрим Где Он У нас Он Располагается Вот здесь Эта орбита Предполагает Следующее Движение Отсюда Можно Перейти Сюда Потом Сюда В удобной Позиции Это Не Становится Мы Можем Либо Отсюда Переставить При помощи Джамбла Этот элемент Вот сюда Вот это Зеленое Место Где уже Стоит Другой Зеленый Центр Но Эта Позиция Тоже Не особо Удобна Отсюда Центр Идет Сюда Потом Сюда И дальше Уже Вниз Где у нас Уже Собранные Элементы Есть Не подойдет Также Если мы будем Рассматривать Вот этот Центр Можно его Переставить Сюда Потом Вот сюда И отсюда Уже Переставить При помощи Джамбла Вот сюда Напротив Так мы И сделаем Переводим Сюда Вот сюда Из этой позиции Переводим Напротив Тем самым Меняя Его Орбиту Вот у нас Должен быть Здесь Мы его Отсюда Переставили Вот сюда А по этой Орбите Он же Приходит В знакомой Нам Позиции Мы его Ставим Здесь Сразу Выполняем Движение Вот это Ребро Подставляем Сюда Элемент И Поворачиваем Таким Образом Первый Свой Собран На примере Последнего Центра Первого Своя Хочу Показать Все Возможные Позиции Его Расположение И пути Решения Помимо Правильной Позиции Может быть Еще 12 Мест То есть Это По 2 На каждой Грани Боковой И 4 Позиции На верхней Эти 12 Позиции Принадлежат Разным Орбитам Рассмотрим Сначала Самую Удобную Если Центр Находится Здесь Мы его Спокойно Переводим В это Положение Отсюда Оно Уже Решается Либо Переводом Сюда И Пиф-пафом Либо Сразу Отводим Вставляем Возвращаем Если Стоит Вот Здесь То Мы Отводим Поднимаем Место Вставляем Возвращаем И Все Решается Три Позиции Из 12 Понятны Теперь Рассмотрим Позиции Которые Напротив Удобны То есть Это Вот Такая В Которую Можно Прийти С Этого Положения Либо С Этого Начнем С Самого Дальнего Если Центр Находится Вот Здесь Помним Что Самая Удобная Орбита Начиналась Вот Отсюда Так 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 И На Место С Этого Положения Мы Переходим Вот Сюда Потом Вот Сюда В Положение Которое Напротив Удобного Отсюда Делаем Джамбл И Переходим К Удобной Позиции Откуда При помощи Пиф-пафа Решаем Отвели Подвели место Вставили Вернули Это Еще Три Позиции Следующая Позиция Это когда Элемент Стоит Наискосок От Нужного Положения На той же Грани То есть Нужно нам Поставить Элемент Вот сюда А он Находится Вот здесь Вот По диагонали И Соответственно Может Находиться Вот здесь И Вот здесь То есть Вот еще Три Положения Это Это И Вот это Соответственно Из всех Вот этих Положений Мы приводим Вот к этому Вращаем Вращаем В этом Положении Мы Меняем Орбиту Переставляя Центр Вот сюда Перехват Делаем Джамбу И Мы Приходим К ситуации Когда Орбита Становится Удобной То есть Отсюда Мы Переходим На Удобное Место Откуда Можем Сразу Решить Самая Неудобная Ситуация Когда Нужный Центр Находится Над Своим Местом В этом Случае Придется Менять Орбиту Дважды Можно Вспомнить Что при сборке Первых Четырех Элементов Всегда Хватало Одного Изменения Орбиты Но Суть В том Что Здесь Уже Собран Первый Слой И Мы Не можем Этот Элемент Переставлять Вот сюда Тем Самым Будем Разоружать Собранное Поэтому В данном Случае Нам Проще Дважды Поменять Орбиту И Таким Образом Решаются Элементы Которые Находятся Здесь Вот Здесь И Вот Здесь То есть Отсюда Переходим Сюда Отсюда Уже Сюда Понятно Что Переместив Вот Отсюда Элемент Вот На Это Место Мы Попали Бы Уже На Нужную Орбиту Тогда Мы Разрушили Уже Собранные Центры Поэтому Перемещаем Центр Вот Сюда Меняем Местами Вот Эти Два И Приходим К ситуации Когда У нас Вот Этот Центр Находится На Таком Месте Отсюда При помощи Двух Движений Мы Переходим Вот На Это Место И Здесь Поменяем Орбиты Вот Так Ну Отсюда Решение Известно Стоит Отметить Что Не Всегда Если У вас Стоит Элемент Вот Здесь А Нужно Поставить Сюда Сразу Стоит За Него Хвататься И Дважды Менять Орбиту Помимо Нужного Красного Элемента Есть Еще Два Вот И Вот Возможно Они Стоят На Удобных Местах Но Не И И И И Такое Что У вас Будет Один Элемент Здесь Другой Здесь А Третий Здесь То То Есть Все На Это Единственные Неудобные Орбиты Вам Придется Менять Орбиту Дважды Пусть Очень Подробно Но Я Разобрал Все Возможные Своя И Проблем Здесь Быть Не Должно В итоге Вы сможете Из Любого Положения Перевести Элемент На Нужную Орбиту И Установить На Своё Место Собираем Оставшиеся Центры И Здесь Опять же Сначала Поставим Те Центры Которые Стоят На Правильных Орбитах Ну К пример Вот Синий Смотрим Вот Сюда Нужен Еще Один Синий Правильная Орбита Но Здесь Синего Нет Идем Дальше Здесь Должен Быть Красный Смотрим Где Они У нас Есть Вот Этот Далеко Отсюда Мы Простыми Поворотами С Противоположной Грани На Верхнем Слое Уже Не Перейдем Только Сюда Сюда А Для Этого Элемента Здесь И Здесь Ни Одного Красного Элемента На Нужной Орбите Нет Идем Дальше Здесь Должны Быть Зеленые Видим Сразу Вот Здесь Зелененький Ставим На Место Не Раздумывая Видим Еще Один Зеленый Отсюда Он Пойдет Сюда И Потом Сюда Чтобы Не Разрушать Уже Собранный Элемент Мы Выполним Стандартный Пиф-паф Развернем Это Ребро Подставим Сюда Зеленый Центр И Вдвоем Уже Поставим На Своё Место Красные Поблизости Так И не Появились Они И не Могут Появиться Поскольку Стоят На Других Орбитах Поэтому Переходим К Оранжевому Смотрим Вот Оранжевый Элемент Его Можно Поставить На Место Ищем Дальше Оранжевый Вот Здесь Его Орбита Движения Следующая Сюда Потом Сюда То есть Его Можно Установить Тоже Делаем Пиф-паф Здесь Сначала Повернем Вот это Ребро Теперь Вот это И Вернем Это Ребро На Место У Синего Здесь Остался Один Элемент Трогать Не Будем Таким Образом Мы Собрали Интуитивную Зеленую И оранжевые Стороны Осталось Синее И красное Красное Совсем Не собрано У синей Есть Один Элемент При помощи Джамбла Попробуем Дособрать Еще Одну Сторону Для Этого Нам Нужно Расположить К примеру Синий Элемент Который Должен Располагаться Здесь Напротив Этого Места То есть Вот сюда Но Вот этот Элемент Дальше Этого Места Пойти Не Может Ну Не Разрушая Уже Собранная Поэтому Синим Не Получится Давайте Посмотрим С красным Тут Оба Не На Своих Местах Поэтому С противоположной Стороны Можно Повернуть Вот этот Красный Поворачиваем И он Становится На место Которое Напротив Его Собственного Поэтому При помощи Джамбла Мы можем Его Переставить Сюда Делаем Джамбл Можно Подумать Что у нас Что-то Произойдет Вот С этой Стороной Да Она Развернется Но Это Не страшно Поскольку У нас Не поменяется Орбита Движения Вот этих Элементов Поворачиваем Поворачиваем На 180 Возвращаем И вот У нас Красный Вставил на Место Но Разрушился Оранжевый Очевидно Что повернув Вот это Лебро И затем Повернув Вот это Мы все Восстановим То есть После выполнения Джамбла У нас Могут Разрушаться Какие-то Элементы Ну Два-три Простых Движения И все Возвращается На свои места Смотрим Один Красный Появился Вернем Синий Чтобы Картина Была Более Полной Дальше Смотрим Возможно Ли Вот этот Красный Расположить Напротив Вот этого Места Смотрим Да Можно Поставить Соответственно Мы можем Переставить Вот эти Элементы Перехватим Кубик Вот так Выполним Джамбу Видим Что у нас Оранжевую Надо повернуть Вот так Красная Собралась Но Разрушилась Зеленая Чтобы Собрать Зеленую Мы пожертвуем Временно Красной Стороной Развернем Повернем Поставим И вернем На место Теперь Смотрим У нас Красная И синяя И мы видим Ситуацию Из-за Первой части Видео Где не было Джамблинга То есть Где нужно У двух Ребер Делать Вот такую Перестановку Давайте Начнем С синего Развернем Вот так И за счет Красной Стороны Сделаем Пиф-паф И все Соберется Сейчас все Прошло Достаточно Гладко Но на Примере Опять Последнего Центра Я покажу Все Возможные Ситуации Все Рассмотрим На примере Правого Верхнего Центра Который Стоит Не на Своем Месте Предположим Что у Нас Три Остальные Стороны Собраны И у Него Может Быть Четыре Позиции Первая Вот Здесь Когда Он Как бы Стоит На Своей Орбите Но Для Того Чтобы Собрать При Помощи Пиф-пафа Все Центры Нам Придется Разрушать Соседнюю Грани Мы Будем Всегда Приходить К Такой Ситуации Эту Ситуацию Мы Можем Решить При Помощи Джамбу Если Перед Тем Как Делать Джамбу Мы Развернем Правое И Левое Ребра Для Чего Разворачиваем Правое Разворачиваем Левое Таким Образом Мы На Вот Эти Позиции Поставили Одинаковые Центры Желтые Мы Их Сейчас Поменяем Местами При Помощи Джамбу Но Также Будут Меняться Местами Вот Эти Элементы Давайте Посмотрим Что Получится Делаем Джамбу Меняем Желтый С желтым И Восстанавливаем Сначала Красный Теперь Оранжевый Левый Мы Видим Что У нас Автоматически Все Собралось Понятно Что Во время Джамбу Меняется Два Противоположных Центра И Два Вот Этих Соответственно Если мы Заменим Желтыми Центрами Вот Эти Позиции То Кроме Вот Такой Замены Больше Ничего Не Произойдет Поскольку Желтый Просто Поменяется Местами И Визуально Этого Будет Незаметно Следующая Ситуация Вот Такая Когда Нужный Элемент Находится Над Своим Местом На Верхней Грани Но Рядушком Своим Не Здесь Как А вот Здесь Над Ним Мы Помним Что Если Перед Джамблом Повернуть Правые Левые Ребра То У нас Вот Эти Желтые Менялись Местами Но Что Будет Если Поменять Не Желтые Видимо Они Тоже Поменяются Местами Поэтому Мы Развернем Головоломку Вот Так Вот Чтобы Вот Эти Два Элемента Поменялись Местами Для Этого Мы Вот На Этой Зеленой Стороне Которые У нас Собраны Сделаем Джамбу Поворачиваем Правую Поворачиваем Левую Делаем Джамбу И Все Восстанавливаем Видимо Что Оранжевый Здесь Проще Сего Установить Дальше Идем По кругу Зеленые Отводим В сторону Поворачиваем Вот Это Здесь Обычными Интуитивными Способами Дальше Собираем Красные И Одновременно У нас Соберется Синее Отводим Красные Поворачиваем Вот так Передние Правые И Ставим Синее На место Таким Образом Для того Чтобы Поменять Местами Вот эти Центры Мы Также Используем Джамбл Но С дополнительными Поворотами Правая И левая Ребра Это Нам Позволит Поменять Орбиты Вот этих Двух Элементов То Что У нас Разрушатся Остальные Центры Не страшно Поскольку Их Орбиты Останутся Неизменными Следующая Ситуация Когда Нужный Элемент Находится На верхней Грани Ну Сзади Слева Нетрудно Догадаться Что При вращении Заднего Ребра Можно Вот этот Синий Элемент Установить Напротив Своего Места Это Разумный Ход Отсюда Делаем Сразу Джамбл И Синий Элемент Встановится На место Остается Восстановить Остальное Мы Видим Что Зеленый Хорошо Становится На место То есть Противоположный Цвет Но Смежный Разрушается Оранжевый Собран Красный Разрушен Но это Получается Ситуация Которую Я показывал Первый И она Решается За один Джамбл С двумя Дополнительными Ходами Поворачиваем Правую Поворачиваем Левую Делаем Джамбл И восстанавливаем Все что Разрушилось Ставим Зеленый Собираем Удобный Синий И автоматически Соберется Красный То есть В данной ситуации Потребилось Два Джамбла И четвертая Ситуация Наверное Самая Неприятная Когда Нужный Элемент Находится Справа Сзади То есть Если мы Повернем Его Вот так То есть Пытаясь Расположить Напротив Своего места То он Получается Напротив Уже Стоящего Элемента А его Место Здесь То есть Одного Джамбла Нам не хватит Чтобы переставить Его сюда Ну или Мы его Переставим А уже Стоящий Элемент Кажется В том же Положении И это Будет Бессмысленно Помним Что Если делать Джамбл С дополнительными Ходами То можно Поменять Местами Вот эти Два Элемента Тогда Мы Придем К предыдущей Ситуации Давайте Это Сделаем Располагаем Головоломку Именно в таком Положении Вращаем Правое Вращаем Левое Делаем Джамбл Смотрим Что у нас Получилось Чиним Красное Зеленое На месте Восстанавливаем Оранжевое И приходим К ситуации Предыдущие Предыдущие Когда Нужный Элемент Стоит Вот здесь То есть И он В один Ход Располагается Напротив Своего Места Отсюда Делаем Чистый Джамбл Синяя Синяя Сторона Собирается Оранжевое Собрано Зеленое Собрано На красный У нас Получается Первая Ситуация Которая Решается За один Джамбл С дополнительными Ходами То есть Вся ситуация Решается За три Джамбла Правое Левое Джамбл Ну и восстанавливаем Зеленое Синее Красное Вот Главоломка Собралась Понятно Что Возможно Такое Что у вас Несобранных Центров Кажется Не один А два Ну или даже Три Просто Те же самые Комбинации Нужно будет Применить Для каждого Ну очевидно Что проще Начать С самого Удобного Если у вас Нужный элемент Будет стоять Вот здесь А остальные Стороны Не собраны То это можно Обычными Пиф-пафами Это собрать Если Вот пример Вот этот Красный элемент Будет стоять Вот здесь То уже При помощи Джамблов Как я показывал Во втором Третьем И четвертом Случаи Ну и все остальные То есть Начинаем Сначала С самых простых Потом уже Переходим К самому Неудобному То есть В самом конце Будем Элементы Которые стоят Вот здесь Ставить На свое место В заключение Покажу Еще один Алгоритм Который Не обязательно Для сборки Но возможно Будет полезен Это чистая Перестановка Двух Вот этих Центров Если мы будем Переставлять Пиф-пафами Будем Затрагивать Еще вот этот Центр Но если мы Слегка Модифицируем Джамбл С дополнительными Ходами То мы сможем Чисто Переставить Два Вот этих Центра Вот эти Два Должны быть Одного Цвета Как это Делается То есть Перестановка Вот этого И вот этого Центров И все Остальное Останется На месте Вращаем Правое Ребро Вращаем Левое Ребро Вращаем Переднее Отсюда Делаем Джамбл То есть Переставляем Два Вот этих Желтых Восстанавливаем Дальше Поворачиваем Правое И поворачиваем Левое То есть Переднее Ребро Мы больше Не поворачиваем И получилась Чистая Перестановка Если мы Будем делать Не правый Джамбл А левый То мы Сможем Переставить Два Вот этих Элемента Правый Джамбл Делается Правое Верхнее Левое Переднее И поворот Левый Джамбл Это Левое Верхнее И Правое Переднее И тогда Будет Поворот Также У нас Меняются Два Вот этих Ну еще Меняются Два Вот этих Для Перестановки Вот этих Двух Центров Можно Либо Перехватить Головоломку И сделать Комбинацию Которую Я уже Показывал Либо Из этого Положения Сделать Комбинацию Но использовать Левый Джамбл Ну как Это Выглядит Вращаем Правое Вращаем Левое Переднее Делаем Левый Джамбл Для этого Мы Поворачиваем Поворачиваем Левое Верхнее И Правое Переднее На 180 Возвращаем И Вращаем Правое Вращаем Левое Два Последних Алгоритма Необязательны Но возможно Кому-то Они будут Полезны В этом Видео Я рассказал О всех Возможных Ситуациях На этой Головоломке Сделаю Это Максимально Подробно Единственное Я показывал Все ситуации Для Правого Центра Что на Первом Слое Что на Втором Слое Логично Что для Левого Центра Все будет То же Самое Но Зеркально С этим Я думаю Вы должны Справиться В следующем Видео Я расскажу Как собирается Полноценный Хеликоптер Куб А на На этом Все Тренируйтесь И все У вас Получится Всем Спасибо Всем Пока